Выявили сильнейших, нашли новых друзей. В Нягоне состоялся открытый турнир по шахматам на призы главы города. В соревнованиях приняли участие не только югорские гроссмейстеры, но и команда из Донецкой Народной Республики. Евгения Самойлова расскажет подробности. Ход конем главы Нягоне дает старт турниру «Югорский гамбит». Многим шахматистам в зале нет и десяти, но все со знанием дела погружены в игру. Михаил Плетнев постигает мастерство фигур на доске уже три года. Параллельно занимается футболом, дзюдо, играет на баяне. Шахматы я люблю, потому что там можно показать свои навыки в уме. Разносторонние, вдумчивые «Югорский гамбит» объединил 100 гроссмейстеров разных возрастов из разных шахматных клубов. Чтобы попасть на турнир, Варе Кубаревой пришлось преодолеть 3000 километров. Чтобы сюда приехать, я сначала ехала до Ростова весь день на машине, потом два дня я ехала на поезде, потом нам отменили рейс на самолет и полетели мы потом на самолете на следующий день и прилетели сюда. Оно того стоило? Да. 11-летняя спортсменка, участница команды из Донецкой Народной Республики, успела и в турнире принять участие, и в кресле мэра посидеть. Насыщенная программа вне соревнований для гостей не случайна. Макеевка и Нягонь дружат не первый год. Наши соотечественники. В прошлом году мы общались по видеосвязи. Сегодня у них есть возможность приехать, и у них большая экскурсионная программа по городу. Можно действительно посмотреть и поделиться опытом, просто пообщаться. Югорский гамбит проводит по швейцарской системе. 11 туров, контроль времени 5 минут плюс 3 секунды на всю партию для каждого участника. С этого года турнир обрел постоянный дом. Актовый зал в городской администрации. Нас четверо братьев, двое играем в шахматы. Турнир очень понравился. Спасибо огромное организаторам за хороший турнир. Победителей определили в разных возрастных категориях, но без подарков не остался ни один из участников. Ведь югорский гамбит – это история не только про спорт, но и крепкие дружеские связи. Евгения Самойлова, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягонь.